В эфире программа «Право знать». Здравствуйте! Сегодня сотрудники прокуратуры Новгородской области вновь ответят на вопросы наших телезрителей. Этот выпуск мы посвятим вопросам нарушения жилищных прав граждан, а также расскажем о предоставлении жилья льготникам. Но подробнее об этом чуть позже. Для начала традиционный новостной обзор. В Маловишерском районе прокуратура помогла семьям, лишившимся жилья после пожара, получить благоустроенные квартиры. В результате пожаров, произошедших в Маловишере в 2013-2015 годах, было уничтожено 10 многоквартирных домов. Однако органы местного самоуправления до сих пор не принимали достаточных мер по обеспечению граждан жилыми помещениями. По данному факту прокуратура Маловишерского района направила в Чудовский районный суд исковые заявления. По результатам рассмотрения которых в середине апреля этого года 10 семей получили благоустроенные квартиры по договорам социального найма. Прокуратура Великого Новгорода по информации СМИ о затоплении подвала в гимназии «Сток» провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Установлено, что в период с 24 по 30 марта в связи с протечкой трубы горячего водоснабжения и теплосетей произошло затопление подвала образовательной организации. Нарушение федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, администрации образовательного учреждения, своевременные меры по предупреждению аварийной ситуации не были приняты. Кроме того, администрация своевременно не проинформировала об аварийности ситуации региональное управление Роспотребнадзора. Прокуратура города внесла мэру Великого Новгорода представление об устранении выявленных нарушений. Ситуация находится на личном контроле прокурора города. По требованию прокуратуры города в детских садах будет установлена система видеонаблюдения. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку исполнения требований законодательства о противодействии терроризму в детском саду номер 73 «Ладушки» и детсаду номер 9 «Журавлик». Установлено, что в указанных образовательных организациях отсутствует система видеонаблюдения, что создает небезопасные условия для воспитания детей. Прокуратура города направила в Новгородский районный суд исковые заявления об обязании образовательных организаций оборудовать здания детских садов камерами наружного видеонаблюдения. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Можно ли выселить из дома должников по квартплате? Какие критерии установлены горячему и холодному водоснабжению в квартирах? И обязаны ли платить жильцы первых этажей за работу лифтов? На эти другие вопросы ответят наши специалисты в ближайшие несколько минут. По-прежнему много споров и вопросов возникает по поводу системы сбора средств на капитальный ремонт. Напомним, что она была модернизирована три года назад. Появился так называемый региональный оператор. Новые способы сбора. На отдельном счете по каждому дому или в общий котел. А также изменились расценки. Минимальный размер взносов в соответствии с федеральным законом должны определять власти субъекта. Руководство регионов также получило возможность устанавливать льготы в рамках сбора средств на капремонт. И в прошлом году парламентарии Новгородской области таким правом воспользовались и установили компенсацию взносов для пенсионеров. Она предоставляется одиноко проживающим собственникам, достигшим возраста 70 лет в размере 50% и достигшим 80 лет в размере 100%. Распространяется действие закона и на семьи, состоящие из совместно проживающих пенсионеров. Для получения компенсации на капитальный ремонт гражданин, имеющий право на ее получение, обращается либо в учреждение, которое на территории Новгородской области является Центром по организации социального обслуживания и предоставлению социальных выплат, либо через многофункциональный центр предоставляет туда заявление с приложением документов в соответствии с перечнем, который установлен правительством Новгородской области. Но отметим, что претендовать на такую льготу могут только собственники, не имеющие задолженности за кварплату и коммунальные услуги, куда входят те же взносы на капремонт. Если долговых обязательств у пенсионера нет, после подачи заявления компенсация будет выплачиваться ежемесячно, либо по месту жительства, либо по месту пребывания на территории области. Но если со сбором средств на проведение ремонта все более-менее прозрачно, то их расходование часто вызывает у граждан массу вопросов и претензий. Далеко не всегда собственники остаются довольны качеством проведенных работ. Так возможно ли обезопасить себя от недобросовестных подрядчиков и проконтролировать их деятельность? Законодательством действующим предусмотрено, что этим решением общего собрания должно быть предусмотрено, также определено лицо, которое от имени всех собственников в помещении многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг или выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе и подписывать соответствующие акты. Таким образом, собственники имеют полное право участвовать в приемке работ, но для этого требуется квалифицированный представитель, который в некоторой степени разделит с подрядчиком и управляющей организацией ответственность за качество выполненного ремонта. Это же касается и замены какого-либо общедомового оборудования, в том числе лифтов. Вместе с тем, единственным органом, который осуществляет управление домом, это является общее собрание собственников помещениями на квартирном доме. Все вопросы, касающиеся замены капитального ремонта, либо текущего ремонта, должны непосредственно приниматься решением общего собрания. В частности, вопрос о капитальном ремонте общего имущества, в данном случае лифтов, либо замене данного оборудования, должно решаться квалифицированным большинством собственников на общем собрании, не менее двух-третьих собственников, принимающих участие в данном голосовании. Но примеров, когда мнение большинства игнорировалось, несмотря на требования закона, в Новгородской области предостаточно. В подобной ситуации оказались жильцы одного из домов по улице Кочетова в Великом Новгороде. Председатель совета дома заключил договор с предпринимателем на замену восьми лифтов. Но позднее, уже в ходе судебного рассмотрения, выяснилось, что проводилась эта процедура без участия собственников. Фирма-подрядчик уже в этот период успела установить все лифты, за исключением одного подъезда в доме. И ввиду того, что данный договор был заключен от имени собственников, но председателем совета дома, подала несколько исковых заявлений в суд о взыскании собственников денежных средств в качестве оплаты за выполненные работы. Однако в марте 2017 года состоялось судебное решение по всем указанным исковым производствам, которым о взыскании денежных средств собственников фирме-предпринимателю было отказано. Напомним, что в прошлом году в Новгороде разразился целый лифтовый скандал. После проверки надзорных органов в нескольких домах подъемники были отключены. Все они уже изжили свой век. Срок эксплуатации составляет 25 лет. По истечении такого срока оборудование должно пройти экспертизу. Но не все управляющие организации озаботились этим вовремя. К ним были применены меры прокурорского реагирования. Виновные лица привлечены к ответственности. Продолжая тему работы лифтов, заметим, что они наравне с фундаментом и крышей, нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями, а также территорией, прилегающей к дому, входят в перечень общего имущества многоквартирного дома. Но обязаны ли жильцы первых этажей платить за услугу, которой не пользуются? Независимо от того, на каком этаже проживает собственник, хоть на первом, либо на втором, и они могут даже не пользоваться лифтовым оборудованием, они обязаны нести бремя расходов на содержание лифта. Даже если вы не пользуетесь лифтом, вы обязаны оплачивать его работу. И накапливать долги ни в коем случае нельзя. Это касается любых коммунальных услуг. Наказанием может стать приостановление подачи ресурса, будь то вода, электричество или газ. Могут применяться к должникам за коммуналку и более жесткие меры, вплоть до выселения. Действующим жилищным законодательством действительно установлены такие меры, которые могут быть применены к должникам, проживающим в жилых помещениях на основании договоров социального найма. В этом случае такой наниматель, гражданин, и проживающие с ним члены семьи совместно, в том случае, если они в течение шести месяцев без уважительных причин не производят оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть в судебном порядке выселены с предоставлением другого жилого помещения, однако уже меньшей площади, то есть в данном случае условия предоставления площади, как установленное для выселения граждан в общежитие. Отметим, что лишиться жилья могут и собственники, если будет принято судебное решение о взыскании с должника его имущества. При этом на такие взыскания распространяется действие закона, согласно которому гражданин не может лишиться своего единственного жилья, за исключением случаев, когда квартира или комната являются предметом ипотеки. Нередко жильцы многоквартирных домов отказываются оплачивать услуги, которые, по их мнению, предоставляются некачественно. К жилищным кодексам установлены требования к каждому подаваемому в дома ресурсу. Например, температура горячей воды должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75. Давление в трубах должно быть одинаковым на всех этажах. Проще говоря, напор воды в кранах на девятом этаже должен быть таким же, как и на первом. Прописаны в законодательстве и максимально допустимые перерывы в подаче воды. Это 8 часов суммарно в течение одного месяца. Или 4 часа единовременно. Предусматриваются и отключения воды в случае проведения профилактических и ремонтных работ. Такое отключение горячей воды в Великом Новгороде происходит каждое лето. Максимальный срок перерыва по закону составляет 14 суток. В случае, если новгородцы замечают, что качество предоставляемой им горячей либо холодной воды отклоняется от нормативных требований, они вправе обратиться с соответствующим обращением в специализированные контролирующие органы в данной сфере, которыми в зависимости от способа управления являются комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области, который проводит проверки в отношении управляющих компаний, имеющих соответствующую лицензию, и управляющих домами на основании договоров управления. А также комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды администрации Великого Новгорода, который в свою очередь компетентно проводит проверки в отношении товарищей собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, которые осуществляют управление многоквартирными домами, имеющими в своем составе жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности. Если ваши жилищные права нарушены, не забывайте также, что в их восстановлении могут помочь сотрудники органов прокуратуры. Обращение можно подавать как напрямую, так и через интернет-приемную, открытую на сайте прокуратуры Новгородской области. Напомним, что все выпуски программы «Право знать» вы можете посмотреть на сайтах Новгородского областного телевидения и региональной прокуратуры, а также в группе проекта ВКонтакте. На всех интернет-площадках вы можете задать нам интересующие вас вопросы, а также предложить свои темы для наших следующих выпусков. Это была программа «Право знать». Увидимся в следующую среду в 20.25. Новгородского областного телевидения